Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района Бреста стал базой для проведения консультации специалистов со всех уголков региона. Новые формы и методы, особенности формата публикации, адресный подход, учет особенностей целевых групп, креатив и качества подачи материала – то, на что нацеливал консультант проекта Сергей Кручинин, участников в ходе диалога. Основная задача и главная цель предоставляемых на конкурс работ – сломать стереотипное мышление общества относительно пожилых людей, продемонстрировав на конкретных примерах старость не равно бездействие и немощность. В первую очередь, вот эти представления, стереотипы, предрассудки, как угодно их назовите, они связаны с глубинными традициями, которые заложены веками. Например, бабушка и дедушка применительно к своим внукам – это да, нормально, но когда обращаются на улице к человеку бабушка и дедушка, не каждому это, соответственно, может быть хорошо. Один из блоков консультационной программы «Приглашенный спикер» посвятил информационному полю и, в частности, социальной рекламе, формирующий образ пожилого человека. Правильность выбора инструментов, которые используют сотрудники территориальных центров и журналисты, способны сформировать у зрителя как положительный, так и отрицательный эффект в отношении к возрастному человеку и его возможностям. И только совместная работа, нацеленная на общий результат, даст положительную динамику и вовлечение пожилых людей в активный образ жизни. Мы видим уже по опросам населения, что очень маленький процент людей, которые знают о существовании этих видов кружков, клубов и вот этой вот деятельности. Это реклама, и мы должны показывать нашу работу не только сидя в кабинетах, в тренажерных залах, в залах по хореографии. Мы должны показывать свою работу на каких-то больших площадках, где собираются массовые люди. То есть это набережные, это парки, это какие-то городские гуляния. Включенность в общественную жизнь, путешествия, новые знакомства и впечатления – то, что повышает интерес к активному долголетию. У нас очень много групп возрастных, которые объединяются на основе какой-то идеи. Это может быть велоспорт, это может быть путешествие, это может быть какие-то квесты, это новые музеи, допустим, или театр, или кино. Но мы в Бресте, я думаю, одни из первых в Беларуси, которые вот этот стандарт европейский продвигают на нашу страну. В завершении тренинга консультации участники резюмировали. Пожилой возраст – это не только период мудрости и жизненного опыта, но и прекрасное время для новых открытий, впечатлений и активного долголетия. Наталья Луговкина, Александр Сивийский, Телерадиокомпания, Брест.